Я сейчас почитаю стихи просто свои и Костя. Костя я специально отобрал небольшой подборку такую, где хотел показать, что Григорьев не был всегда таким забавником, знаете, писавшим исключительно для того, чтобы увидеть улыбки на лица слушателей. Он был лирическим поэтом, достаточно тонким, иногда весьма неожиданным. После его смерти я обнаружил в его архиве книгу уже от собранных стихов до культуазного периода. Ну, это как периодское такое творчество. Оно может нравиться, может не нравиться, но в любом случае оно достаточно неожиданно. И часть из этого я, естественно, повезел в книгу. Ну, а в качестве своего выступления я, как всегда, у меня при чтении стихов, при любом поэтическом концерте, основная проблема – это отобрать стихи, которые я читаю, непосредственно читать уже в зале. То есть я всегда беру с собой где-то раза в четыре больше стихотворения, чем нужно. Ну, я подумал, наверное, что в этот раз я прочитаю несколько стихотворений, связанных с литературой, с литературной жизнью, с литературной историей. Ну, а вы послушайте. Обязуюсь, долго свое выступление, надолго свое выступление не растягивать. Прежде всего потому, что книг очень много. Да, кстати, я хотел сказать, что вот, если у кого-то нет этой книги Кости Григорьеву, которая была издана когда-то в Казахстане, значит, эту книжку можно взять совершенно бесплатно. Вот, ну, я не знаю, как назвать, бонус, может, еще как-то, но очень бесплатно. Это подарок. Ну вот, значит, первое стихотворение, которое я хотела прочесть, это стихи об относительности времени. Постарайтесь внимательно слушать, чтобы уловить тот момент, когда время начинает, начинает разные, разные линии времени начинают идти параллельно. В общем, все услышите сами. Я сказал Немировичу Данченко, приглашенному мной на обед, мы должны подождать Станиславского. Почему его, собственно, нет? Режиссер замолчал и нахохлился, на графин с вожделением косясь. Вдруг звонок Станиславский откуда-то неожиданно вышел на связь. Он кричал, приезжайте немедленно, я большую работу провел на подходе Морозов с цыганками. Савва мамонтов платит за стол. Заказал я актерок молоденьких, книг Перчехова их привезет. Наша римско-афинская оргия обывателей всех потрясет. Я прям промямлил, все так неожиданно, может, с оргией чуть погодить. Вы встретятся нынче, условились, чтобы пьесу мою обсудить. Пьеса вздор полежит, не испортится, беспощадно сказал режиссер. Вот уже и актерки подъехали. Собирайтесь, я вышлю мотор. Вот такие сюрпризы случаются иногда в театральной среде. Я кутил до потери сознания и очнулся неведомо где. Рядом спит незнакомая женщина с глуповатым актерским лицом. На столе я кулебяка с визигой и бутыль со смирновским венцом. Сколько спал я, и это неведомо. Машинально я рюмку махнул. Вижу ящик со странными кнопками. В эти кнопки я пальчиком ткнул и услышал, с полетом Гагарина смело в космос шагнул человек. Стало буднями воздухоплаванье. Впереди космонавтики век. Заглянул я во внутренность ящика, чтобы выяснить, кто говорит. Думал, карлик, но не было карлика. Ящик был проводами набит. Видно новое изобретение. Я, по-моему, слышал о нем. Но, увы, все давно перепуталось в проспиртованном мозге моем. Но какие занятные новости! Знаю, Уточкин дерзко летал, но от увольня князя Гагарина я такого геройства не ждал. Следующее стихотворение опять об относительности времени. Явился я, я, явился, я явился однажды к Брюсову, принес ему свои стихи. Мэтр ухмылялся Черноусова, порой же пулькал хихихи. Когда же он окончил чтение, то, молвил, есть одна беда, вы гений, батенька, а гений не издаются никогда. Бальмонта очевидны глупости и белого идиотизм, и ремезово благоглупости, и мой натужный эротизм. Все пишут нудно и безжизненно, и часто вызывают смех. Напротив, вы безукоризнены, и от того несчастней всех. Ведь наша братья увечная Кривлянгем публику смешит, а гениальность безупречная людей мучительно страшит. Навеки, батенька, запомните, чего уж нам лукавить тут? Вы гений в келье, в вашей комнате вас никогда не издадут. С того свидания среди нужды я прожил больше сотни лет и не был издан ни единожды, да, не собрал большой поэт. А может быть, оно и к лучшему, ведь если буду издан я, то потрясению могучему страна подвергнется моя. Коль в некоем печатном органе меня случайно издадут, то люди в жуткий плут и оргии, а после в мистику впадут и попредут, сверкая жопами, пропив последние порты глухими потайными тропами в пещеры, пустыни, скиты придут в упадок поселения, завоют волки с площадей, ведь слово истинного гения лишает смысла жизни людей. А Булгакове так вам скажу, я его не читал, но считаю, что он как бы ходил по ножу, приближался к опасному краю. Человечья природа сложна, зло с добром в человеке смешалось, и заведует злом сатана, а добро и егове досталось. Потому для разумных людей сатана это тоже начальство, и не стоит касаться властей, превращать их в предмет зубоскальства. Сочинители книг шутовских эти власти сумеют одернуть, настоящий писатель без их одобрения не смеет и пернуть. А Булгаков писал про чертей, по характеру был он нахален, и кривился от этих затей сатану уважающий Сталин. Эту тему он знал на зубок, море мрака он лично исплавал, от портретного сходства далек, был Булгаковым созданный дьявол. Но лицо сатаны описать сатанисты не могут вореки, а иначе прикажет поднять сатана свои тяжкие веки, и предателя взором пронзя, превратив его в горсть насекомых. Вот и Сталину было нельзя указать на булгаковский промах. Но одернуть с другой стороны надо было Булгакова все же, ведь соваться в дела сатаны сочинителем дерзким не гоже. Если будешь про черта писать, путь твой жизненный будет печален. И Булгакова стал истязать за политику, хитренький Сталин, не за лживый портрет сатаны, а за то, что творит неумело и не чувствует пульса страны, и не верит в рабочее дело. Ну, давайте, раз уж сатану упомянули, давайте уже и братские силы тоже вспомним. На кладбище, где собираются вампиры убрёмой толпой, я встретился в день конституции с красивой вампиркой одной. Точнее, была ночь конституции, поскольку стемнело давно. Готовил статью о вампирах я в газету Бульварную, но увидел вампирку хорошую и в раз про статью позабыл. Мы с нею столкнулись в проходике среди ограждённых могил. Струилось сияние лунное с её молодого лица. За ней ковыляли вздыхатели, оживших два-три мертвеца. Прогнал я галантных покойников, в них бросив зубок чеснока. А девушке важно представился, мол, я журналист из МК. В восторге она захихикала. МК, журналист, хи-хи-хи. Хочу я пойти в журналистику, к тому же пишу я стихи. Не можете мне поспособствовать, а я не останусь в долгу внедриться в тусовку вампирскую. За это я вам помогу. Вампирка с той ночи печатает в МК за статьёю статью. А я у важнейших начальников свободно беру интервью. Она стихотворными книжками уже завалила страну. А я по ночам с олигархами кровавую мэри тяну. С вампиркой мы вскоре слюбились. Присекся, бессмысленно это скрывать. Присекся на мордник варежки. Прошу я её надевать. Иначе в любовном безумии куснёдль царапнет разок. И станут мне вдруг отвратительны и солнечный свет, и чеснок. Тогда мне от солнца канарского придётся скрываться во тьму. Тогда фаршированные щучечки я впредь уже в рот не возьму. А сам я при сексе использую особый гандон меховой. Но трубампирки холодная, в ней холод живёт гробовой. Поэтому мёрзнет отчаянно мужское моё естество. И парить подолгу приходится мне после вампирки его. Поэтому в ночь конституции мне снятся могилы и гроб. И слово само Конституция меня повергает во сновь. Ну давайте теперь послушаем чисто такое прикладного характера стихотворения. У всех у нас, пишущих людей, инструмент — это язык, родной или неродной, неважно. Ну вот о языке. Я, поскольку с этим много работаю, со словарями, со всякой словарной литературой, могу сказать, что, конечно, эта вся литература претерпевает постоянно разительные изменения, которые человека, работающего редактором, страшно раздражают. Вчера ещё писалось так, сегодня уже пишется иначе и так далее. Вот об этом стихотворении. Маститые языковеды корёжат мой родной язык. В итоге всё писаться стало не так, как с детства я привык. Былых времён языковеды себя культурнее вели, обдумывали всё подолгу, язык привычный берегли. А нынешним не думать надо, а с переделками спешить, иначе западных субсидий их могут запросто лишить. Нам запад гадит постоянно, и тут видна его рука. Я знаю, он давно задумал оставить нас без языка. Всё пишется теперь иначе, чем я привык с давнишних пор. Все словари устаревают, сплошной расход, сплошной разор. Все ударения изменились, всё произносится не так, и я молчу, а то ведь скажут, что я безграмотный дурак. В застолье передать бутылку теперь я жестами прошу, и письма лишь по-украински теперь с хихиканьем пишу. Теперь никто мне не поставит мою безграмотность на вид, ведь мова, гордая Тараса, вся из ошибок состоит. Теперь смеюсь я до упаду при чтении новых словарей, какая всё чудная мова у этих глупых москалей. Следующее стихотворение, которое я хочу прочесть, имеет несколько экзотический характер. Я думаю, мало кто из русских любителей литературы, даже и литературоведов, знает тонкости культурной жизни Польши 20 века. Вот я некоторые тонкости знаю, благодаря знакомствам различным, с переводчиками, с полонистами, и могу рассказать такой случай, когда однажды довольно сильно пьющий, но хороший польский поэт Константы Индефонс-Галчинский зашёл в один варшавский кабачок, ну а в Польше тогда пили самогон, разруха, сами понимаете, ничего другого не было, значит, зашёл в кабачок и, надеясь на то, что ему поднесут выпивки, значит, направился к столику, за которым сидели Юлиан Тувин, Мечислав Яструм и, как же его, в общем, Слободник по фамилии, третий, это менее известный. Вот, значит, и тут выяснилось, что у них свободного самогона нет. После этого Константы Индефонс произнес такую фразу «У засратые поляцы!» и гордо удалился прочь. Юмор ситуации состоит в том, что все три, сидевших за столом, все три были по национальности евреи. Ну, прекрасные польские поэты, но, в смысле слова, поляками они не были. Ну, и, в общем, Яструм и Тувин, видимо, как люди более талантливые и обладающие чувством юмора, всё это забыли на следующий день. А поэт Слободник, как менее одарённый, стал строчить на него доносы в Союз писателей Польши и прочей инстанции. В общем, завязался целый скандал. Ну, как-то это кончилось постепенно. Ну, в общем, в итоге отклик этого скандала докатился и до меня. И я как-то одним махом сочинил такую вот историю, написал такое вот скитворение. Константы Ильдефонс Галчинский был одарённейший поэт, а друг его, поэт Слободник, не понимал Константы, нет. Он на него строчил доносы во все инстанции, и вот Галчинский вместо гонораров имел очередной привод. Галчинский, потеряв терпение, вскричал, да ёханый бабай, где этот сукин сын Слободник? А ну сюда его давай! Хочу взглянуть я на опилки, которые в его башке, и по Варшаве пан Галчинский помчался с топором в руке. Кричал он, выходи, Слободник, тебя я искренне люблю, но ты меня достал, гадёныш, сейчас тебя я завалю. И не надейся отсидеться в своём высоком тюрьму, я всё равно тебя поймаю, а там готов идти в тюрьму. Ведь из тюрьмы мне обеспечат мои читатели побег, а ты навеки будешь трупом, говнистый, подлый человек. Вот так поэты жили в Польше. А как живут они в Москве? Да точно так же, все мечтают друг другу дать по голове. Допустим, я поэт Галчинский, есть у меня Слободник свой, с такой же точно грушевидной, неостроумной головой. Слободники привыкли шишку в среде писательской держать, с годами это дело стало меня всё больше раздражать. Хочу, чтоб выживал сильнейший, чтоб был естественный отбор. Для этого держу под шкафом я туристический топор. Когда же увижу, что Слободник идёт по моему двору, я выйду и скажу, Слободник, ты мне давно не понутру. Тебе пришёл конец, Слободник, молись, литературный смерть, и станет жизнь в Москве и в Польше похожа до мельчайших черт. Следующее стихотворение посвящено столь популярной в нашем литературоведении чеховской теме. Ну, надо сказать, что о Чехове написано море литературы, но совсем недавно, буквально несколько дней тому назад, я дочитал книгу мемуаров о Чехове, где о Чехове написано, ну, довольно-таки с, как бы это сказать, ну, с такими, скрипя сердце, скрипя сердце автор признаёт, да, Чехов, конечно, в начале своего поприща был талантлив, когда писал под псевдонимом Чеханте. Потом он писал жутко нудные произведения, ну, а его драма – это вообще верх бездарности и идиотипа. Короче говоря, я тоже, я понял, что чеховская тема нуждается в оживлении, вот, и написал такие вот стихи. Я недолюбливаю лысых, да и лохматых не люблю, бью тех, кто исхудал и высох, и толстых яростно луплю. В тревоге скопища пернатых глядят с небес на этот бой, при этом лысых и лохматых я тоже бью само собой. Зачем, поймёте вы едва ли, вас раздражают брани крик, но вы же Чехова читали, а что там говорил старик? Он говорил довольно жёстко, долой уродов и коллег, блюди фигуру и прическу, иначе ты не человек. У многих животы обвисли, чернеют ободки ногтей, я знаю, кровь, душа и мысли протухли у таких людей. Но если от тебя здоровье и красота текут ко мне, то на тебя тогда с любовью я посмотрю через пенсне, и если ты одет со вкусом, тебе я книжку надпишу, и неожиданному усам на шее жилу прокушу. Я так лечу свою чахотку, и чтоб меня не подвести костюм, фигуру и походку, ты должен тщательно плюсти. Вот так на самом деле Чехов писал безжалостно правдив, я это выяснил, заехав в секретный чеховский архив. Со мной ворвались птичьи свисты и грохот трудового дня, чахоточные архивисты взирали жадно на меня. Такие взоры мне не вновь, ведь я был весел и румян, напившись в клубе свежей крови Василия и двух Татьян. Это мои знакомые. Ну, завершая эту историко-литературную тему, я хочу вам напомнить о том, что основными персонажами позднейшей словесности являлись члены различных партий, как-то большевики, эсеры, меньшевики и так далее. Ну, так стоит иногда задуматься над тем, что сказал мне один приятель когда-то еще при советской власти. Он сказал так, что, говорит, насмотревшись фильмов, где меньшевики и эсеры предстают в совершенно безобразном, отвратительном виде, даже чисто физически, у них такие лица потрясающие совершенно. Ну, посмотрите фильм «Юность Максима», там они во всей красе. Так вот, этот приятель мне сказал так, ты знаешь, почему в Советском Союзе жизнь такая плохая? Все дело в том, что настоящих ленинцев постепенно выжили эсеры и меньшевики, и вот они-то и рулят в КПСС теперь. Вот. Ну, давайте поддакнем этому прекрасному человеку. Он был сутул и неопрятен, имел под глазом жировик и был в общенье неприятен, точь в точке ношный меньшевик. Однако я, служок нескромный, повсюду распускал о нем, что он имеет болт огромный, при этом легкий на подъем. И женщины в него влюблялись, предвиде яростный интим, и беспредельно унижались, и трепетали перед ним, его уродливая внешность, его ухватки под лица, не отвращение, а нежность вливали в женские сердца. Смущая женщин гадким слухом, я утверждался в мысли той, что мы, мужчины, любим духом, тогда как женщины пиздой. Хороший вкус, приличье, разум, забыто все из-за кивка, самца с жировиком под глазом и с внешностью меньшевика. Причем ведь он кивал с намеком той женщине, что я любил. Я пил, мешая водку с соком, не ощущая вкуса, пил. Шутить не надо с женским полом, к разврату указуя путь. Такие шутки фактом голым стремятся самки обернуть. Ты сам будил змею распрата, так полюбуйся же, шутник, как женщину твою куда-то уводит грязный меньшевик. Нас, ленинцев, теперь все меньше, нам размножаться не с руки, ведь совращают наших женщин эсеры и меньшевики. Ну, давайте для того, чтобы напомнить все-таки о куртуазном манеризме и о том, что мы с Григорьевым имеем к нему некоторые отношения, я прочту пару куртуазных стихотворений. Ну, куртуазных, в каком смысле, что идет там речь о женщинах, о сексе, о любовных взаимоотношениях. А потом прочту небольшую, такую очень лирическую подборку Коста Григорьева и дальше перейдем к искуплениям гостей. Итак. Подходит к деве стройный негр и говорит ей напрямик, хочу, чтоб сочность ваших недр мой ствол эбеновый проник. Я в брезах вас давно имел, в мечтах ласкал ваш зад тугой, однако подойти не смел, ведь с вами спал тогда другой. Но он закончил институт, уехал в Буркина-Хасо, и я, конечно, тут как тут, судьба вращает колесо. Судьба считает, что хоть раз быть счастлив должен каждый негр, а счастье, несомненно, в вас, в глубинах ваших женских недр. Чтоб смазать колесо судьбы я двести долларов принес. Мы, негры, вовсе не жлобы, любовь мы делаем всерьез. Хочу, чтоб сделали ее мы непосредственно сейчас и в холостяцкое жилье подняться приглашаю вас. Раздастся мог бы женский визг и звук тяжелых оплеух, однако негр пошел на риск, ведь жил в нем мужественный дух. Но ничего не раздалось, и дева не сказала нет, и ты, читатель, это брось, все время ждать различных бед. Мир не такой уж горький фрукт, местами просто сладок он, в нем есть согласие, продукт, непротивление сторон. Один имеет пухлый зад, другой же несколько банкнот, и мудрый негр такой расклад не зря гармонии зовет. Он мог бы поблагодарить творца за столь удачный съем, но мир не стоило творить, коль был бы негр и счастлив в нем. Следующее стихотворение написано на пляже местечка в Кренице, как раз когда мы рядом с Костей Григорьевым рассматривали окрестных дам. Ну, у нас постоянно шло такое соревнование, кто об этом лучше напишет? Об этом спросил Адам. Я написал вот так. Коль ты на пляже смотришь тупо на перезрелую девицу, не отводи глазного щупа, пойми, тут нечего стыдиться. Ни к чем на море без причала, без твердой линии припрежья, и рыхло женское начало, без твердого мужского стержня. Ни к чем на вся прозрачность неба, без горной дымчатой вершины, и лишь мужчинам на потребу толстуха слеплена из глины. Пойми, закон для всех явлений, взаимосочетание в духе, и без мужских проникновений не могут обойтись толстухи. И если пляжную толстуху никто не протаранит вскоре, она вдруг зарыдает глухо и навсегда исчезнет в море. Вернусь к стихам Кости Григорьев, к его лирике, точнее. Ну, лирика – это, в принципе, все, что человек пишет, что души вероятны. Но как-то в обычном языке утвердилось такое понимание, что лирика – это нечто не связанное с юмором, не связанное с какой-то смеховой культурой, с публичными выступлениями. Не знаю. Трудно мне, наверное, полностью с этим согласиться, потому что вот те стихи, которые я периодически нахожу у Кости, особенно в процессе работы над его большой книгой, лично я, если бы он сбил это все в какой-то такой специальный лирический блок, я бы его с упоением, наверное, служил. Тем более, что когда он был в ударе, читал он замечательно. Хотя, казалось, вот с виду так, никаких усилий для этого не делал. Как-то у него это естественно очень получалось. Ну так вот, многим, наверное, знакомое стихотворение «Богомол» хочу напомнить для начала. «Прозрачный богомол в саду осеннем грезит, Сбылись мои мечты, я вами обладал, И вот мы пьем вино, куда оно вас лезет, Я сам бы так не смог, бокал, еще бокал, Да, я теперь любим, и вы мне говорите, Как я похороше, а я ошеломлен, Вы курите к тому ж, О, сколько же открытий готовите вы мне, Прелестная Мадлон! Два месяца назад вы скромницей были, Куда там до вина и лунного огня, И в толк я не возьму, Уже ли близость в силе Вас монстра разбудить и погубить меня? О, как унять ваш пыл! Ну что ж, я мудрый молот, Я вышел на балкон и тихо с ветки снял Охотника на птиц большого богомола И опустил его в хрустальный ваш бокал. Вы замолчали, вы растерянно смотрели, Как шевелится он, И вдруг вы, как дитя, заплакали. Мадлон, ну что вы в самом деле? Ведь я же пошутил, Ведь это я шутя! Прижались вы ко мне, Я целовал вам руки, И нежно утешал, И думал, вуаля! И чувствовал глаза, Исполненные муки, Кто богомол на нас глядел Из хрусталя. Вот такое стихотворение дальше «Смешные сны» называется. Жена сказала, что во сне Чему-то я опять смеялся, Но вспомнить, что там снилось мне, Пувы, не смог я, хоть старался. Что ж мне крутили за кино, Каких кинокомедий и сцены, Зачем нам свыше не дано Вернуться в сны, Что так мгновенны, Нет, не узнаю никогда, Кто рассмешить меня пытался. Однако нынче, господа, Я с изново во сне смеялся. Привет таинственным мирам, Неедомой и грозной силе, Заботится ведь кто-то там, Чтоб мне смешные сны крутили. Кошмары и набытия Не подпускаются к сознанию. Кому-то дорог, что ли я В той смутной области за грани? Или вот такое стихотворение О параллельных мирах. Если на самом деле Есть параллельный мир, Может, оттуда лезут Ведьмы и злой вампир. Только миров подобных Множество может быть, Кто-то в одном безумно Может меня любить. Если умру внезапно, Надо ли рыдать с тоской? Да, я сей мир покину, Но ведь ушел в другой. Может быть, в счастье светлом Буду купаться весь. Может быть, пожалею Всех, кто остался здесь. Мало кому отсюда Хочется уходить. Но ведь миры получше Могут за правду быть Ярче и грандиозней. Нам ли о том судить? Следующее стихотворение Называется Бегония фуксиевидная. Она все время Торчала у кости На кухне. Я все время удивлялся, Зачем ему такой уродливый цветок. Но, оказывается, Он вдохновлялся его видом. Итак, бегония фуксиевидная. Какая же участь постыдная Озлится на мир? Боже мой! Бегония фуксиевидная Засохла, уснула зимой. Что жизнь моя? Повесть обидная, Депрессии, стрессы и мрак. Бегония фуксиевидная Засохла, я сам себе враг. Но вот озорная, бесстыдная Весна к нам на землю пришла. Бегония фуксиевидная Опять ожила, расцвела. Вот доля какая завидная, Душа моя тоже проснись. Бегония фуксиевидная Ждет света и тянется ввысь. Зачем же нам биться в агонии, Когда так весна хороша? У фуксиевидной бегонии Учись пробуждаться, душа. Ну и завершу эту коротенькую подборку Моим любимым стихотворением. Оно любимое не только у Кости Григория, Но, наверное, одно из самых моих Любимых стихов вообще в русской поэзии. В нем есть какое-то такое чудо, Которое словами не передать. Сокольники, мороз, коньяк, Желанный дым герцоговины, Но кажется, что все не так, И пройден путь до половины. И вот часы назад идут, И вспоминается совой я, Тот гимназический уют, То потрясенье мировое. Я все альпийские цветы Тебе сорвал с родного склона И уходил в Бельфор, А ты за мной бежала до шалона. Но оглянуться я не мог В шинели доблести и долга. Я шел все дальше на восток, А ты за мной бежала долго И вскрикнула на полпути. Я оглянулся и в тумане Тебя я не сумел найти, Но описал потом в романе. И вот столетия спустя Сокольники, мороз, движенье, Иду с товарищем шутя, Но ощущаю приближенье Чего-то властного, как звук, Чему нет сил сопротивляться. И оборачиваюсь вдруг, Мне дан от вечности не дух, Я разучился удивляться. Спасибо. Первое стихотворение очень страшное. Микрофон работает? Да. Ночь, ветер, Вывеска сберкассы И голый сквер Во тьме ночей Здесь нападают пидорасы На одиноких москвичей. Зачем ты ходишь в это время, Особенно налив глаза, Уже прощупывают темень, Петрил безумные глаза. Они набросятся все вместе, У них ведь опыт. Раз, 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 И ты уже лишился чести, И как бы тоже пидорас. Потом в карман засунешь руку, А денег нет. С таким бедняк Берется плата за науку В педерастический общак. А после твоем позоре Петрилы раззвонят вокруг, Старушка-мать запьет от горя, И с гневом отвернется друг. Хотя тебя и взяли силой, Кому докажешь этот факт? Все будут звать тебя Петрилой, Отбросив вежливости так, Подумав, что не одинаков С нормальными самцами ты, Любимый, уйдет, заплакав И в лужу отшвырнув цветы. Кот, обреченный на стерильность, И тот решит порвать с тобой, И станет лютая петрильность Твоей единственной судьбой. И ты людей возненавидишь, С балкона выкинешь кота, И, крадучись из дому, выйдешь, Когда наступит темнота. Сквозь темный сквер Спербанка знаки Зловеще светятся в ночи. Вот так мы все и шли в маньяки, Простые хлопцы москвичи. В стихотворении правдиво Описан пейзаж возле моего дома. Астафа. Ну ладно, следующее стихотворение Тоже очень поучительное. Ну а в чем его поучительность? Тут можно судить двояко, трояко, И как угодно, Но тем не менее, Некая глубина не учувствуется. Хотя я уже сам не понимаю, Что хватило моей рукой, как я его писал. Шел по бульвару некий дядя С больной чугунной головой И бормотал на небо глядя, Спасибо, что еще живой. Вот-вот, мужик, скажи спасибо За то, что дожил досидин, Что с кровли ледяная глыба Тебя не превратила в блин. Ведь в люк канализационный Ты с пьяну можешь загреметь Или череп твой коллекционный Маньяк захочется иметь. Тебя, мужик, хранит судьбина. А для чего, сообрази, Зачем подобная скотина Живет и гадит на Руси? Судьбина для других лихая, Не для того к тебе мягка, Чтоб ты бухал, не просыхая, Позоря званья мужика. Математическую жилку Я чувствую в душе твоей, И ты разбей свою бутылку, А жилку тут в себе развей. Ты матричные уравнения В уме научишься решать, И мощью своего мышления Сограждан будешь поражать. Но на очередном конгрессе В гостинице в чужом краю Припомнишь ты родные веси Пивнушку дымную свою, Дружков с лиловыми носами И в парке с водочкой пикник, И обольешься ты слезами, И ты повесишься, мужик. Ну а теперь уж совсем Назидательное стихотворение Называется «Голова». Голова не последнее место, Нам дается не зря голова, В дополнение к ужимкам и жестам Голова произносит слова. Есть душа в моем теле непростком, И чтоб люди узнали о том, Голова вдруг подумает мозгом, И свой помысел выскажет ртом. Непростой человек перед нами, В страхе слушатель мой говорит, Ишь, как зыркает страшно глазами, Как внимательно уши вострит, Не вместить головенке плебея, Изреченные мною слова, Но он чувствует суть холодея, И дрожа говорит голова. Жаль, не всякие людские восторги Со спокойным приемлет лицом, И порою в тюрьме или морге Мы встречаемся с бывшим творцом, Тот судьбу ненароком заденет, Этот походя власть оскорбит, А судьба ведь талантов не ценит, А ведь власть не прощает обид. Много яда в людском поклоненье, Много слав восхищенной молве, Но и слух обоняния и зренье Ненапрасно живут в голове. Озирайся, обнюхивай воздух, Каждый шорох фиксируй в омгле, Мы живем не на радостных звездах, А на скользкой коварной земле, Этот помер, а тот под арестом, Ну а я перед вами живой, Ведь не задним я думаю местом, А разумной своей головой. Спасибо, давайте думать головами, Кроме того, головой уже можно употреблять Спиртные напитки, пирожки, И прочие приятные вещи. Спасибо всем, кто пришел, Кто слушал, кто приобрел книги, Еще приобретет. Особое спасибо за Костю Григорьева, А мы уж будем готовить его дальнейшее Сочинение к выходу. Скоро это произойдет.